Итак, друзья, очень поучительная история. Пришел я менять сюда деньги, ходила сюда регулярно, и передо мной стояла семейная пара с Украиной. Мужчина, девушка и ребенок. Итак, ситуация следующая. Передо мной стоит пара, я за ними, они дают 100 долларов, тут хватает пани деньги, кричит фальшивка, все, до свидания, фальшивка. Я такой офигевший стою, смотрю, думаю, как это так, какая-то же процедура должна быть. Она, ну все, типа идите, я сейчас буду звонить в полицию, они говорят, в смысле идите? И ребята в такой панике, по-польски вообще не разговаривают, они говорят, так что нам, ну реально надо уходить и что делать? Она говорит, все, все, я типа арестовываю деньги. Я говорю, подождите, я начинаю вмешиваться в эту ситуацию, говорю, может пани положить под ультрафиолет эти деньги? Она начинает нервничать, включает этот ультрафиолет, я даже не вижу, куда она его там сует, заглядываю, краем вижу, что вроде бы нормальный, не светится. А тут же она выскакивает, бежит в другую комнату с этими деньгами, я говорю, пани, куда вы побежали? Деньги. Она уходит в другую комнату, выходит с каким-то мужиком, он начинает смотреть эти деньги и говорит, ну как-то смотрю, сомневается, что они не оригинальные. Тут она выбегает на улицу и кричит, идите за мной. Я говорю, что вы делаете? Просто те ребята вообще в шоке просто. Бежим в соседний Кантер, она забегает, отдает эти деньги другому человеку. Тот берет такой, знаете, с важным видом смотрит, дает фальшивка 200%. Я говорю, так что делать? Он типа, давайте паспорт, я вам выпишу квитанцию, что я эти деньги забрал. Я говорю, а дальше что? Он говорит, через два месяца вам полиция отдаст оригинальные деньги и смеется. Ребенок у ребят плачет, этот ржет. Ну я, честно говоря, от ситуации, конечно, в шоке. Я говорю, ребят, давайте вызывать полицию, потому что мне со стороны эта ситуация вообще не нравится. Ну такое ощущение, что она пошла в другую комнату, подменила купюру и... Ну как, ну не знаю. Я говорю, вызывайте полицию. Парень приехал в США. Жена меняла тут деньги в этом Кантере до этого без проблем. Я насмотрелся на эту ситуацию, сейчас так говорят, передумал менять деньги в этом Кантере. Приехала полиция на релаксе, выслушала владельца Кантера, забрала эти деньги, сами офигевшие эти полицейские ситуации. Предложили парню проехать, написать заявление, но я такого еще не видел. В карманах все проверили у него перед посадкой в автомобиль, одели перчатки. У жены залезли в сумочку, каждую купюру достали, посмотрели. Сразу не хотели жену брать. Я попросил, говорю, ну куда им идти, он по-польски не понимает. И вот, они уехали. Что будет дальше, я вам расскажу. Ну, ситуация просто капец. Может, у кого-то было, расскажите. Я еле упросил их сфотографировать эту купюру. Говорю, дайте хоть сфотографировать, потому что бегаю с этими деньгами. Откуда человек знает какой там номер этих денег. В общем, если у кого-то была похожа ситуация, напишите, пожалуйста. Так, друзья, сейчас вам расскажу ситуацию, как отрапывалось. Вот прямо только что, вот в тему канторе, точнее, не в тему, а вот в тему канторе.